Здравствуйте! Сегодня мы рассмотрим инструмент обработки данных Modus ETL. Познакомимся с интерфейсом, разберем сквозной пример, связанный с продажами, на котором будет наглядно показана работа с различными видами источников. В нашем примере данные поступают из следующих источников. 1S ERP, ClickHouse, в котором хранятся данные SAP ERP, Excel с данными по продажам менеджеров с геопривязкой, и по API мы получаем актуальные курсы валют Центрального банка. Все эти данные посредством ETL загружаются в наше единое хранилище на Postgres. Там они обрабатываются, подготавливаются в виде витрин, приводятся к единому эталонному виду при помощи модулей нормативно-справочной информации и используются далее как витрины для отображения в виде визуализации на портале для последующей аналитики. Modus ETL разбит на смысловые блоки. Первый блок – источник данных, где настраивается подключение к источникам. Сбор данных, где происходит настройка правил сбора данных и непосредственно их выгрузка. Обработка, так называемый сценарий обработки данных, где происходит объединение таблиц из разных источников в единую структуру – модель данных. Результатом обработки обычно является либо витрина данных, либо готовый отчет, который можно выгрузить из системы. Пакеты обработки позволяют настроить взаимосвязь операций, расписание выполнения этих операций. Рассмотрим подключение к источникам в Modus ETL. Для подключения к 1С, в нашем случае это 1С ERP, используется адаптер. Мы устанавливаем на источник этот адаптер, и посредством запроса на языке 1С получаем данные структуры. Следующий источник – это ClickHouse. Прописываем параметры подключения. Данные получаем также посредством запроса, только теперь на диалекте ClickHouse, то есть пишем запрос на SQL. Для источника важно поставить галочку «Использовать для получения данных». Следующий источник – это веб-сервис. В нашем случае используется веб-сервис центрального банка. Здесь только обозначается, откуда мы будем получать данные. Основная настройка происходит внутри правила. Мы обратимся к нему чуть позже. И последний источник у нас – это Excel, то есть файл. Это может быть как Excel, так и CSV, JSON, XML. Здесь прописывается путь и маска файла, то есть по этому пути мы будем читать все Excel. Также в меню «Базы данных» настраивается подключение к базе данных Postgres, которая будет использоваться в качестве хранилища. Рассмотрим следующий этап – правила выгрузки. Правила выгрузки для разных типов источников отличаются. Например, для выгрузки из Excel необходимо предварительно настроить шаблон разбора, чтобы ETL-инструмент мог сопоставить колонки источника с колонками приемника. То есть у нас есть 5 колонок в Excel, и, соответственно, мы создаем 5 колонок в нашей базе данных. Проставляем форматы данных. Обращаю внимание на то, что вид правила – загрузка из файла. Второй пример – это выгрузка из одного источника баз данных в другой. В нашем случае выгрузка из ClickHouse в наше хранилище Postgres. Здесь вид правила уже запрос. То есть мы должны написать запрос на языке SQL. Также можно настроить параметры. Например, сделать срез только по определенному временному отрезку. Также здесь заполняется соответствие полей, форматы и создается таблица в нашей базе данных. Правила выгрузки из 1С. Из 1С запрос происходит точно так же, как и из любого другого источника баз данных. Единственное отличие в том, что запрос происходит на языке 1С. То есть этот запрос необходимо сформировать, либо используя консоль запросов, встроенную непосредственно в ETL, либо используя консоль или конфигуратор в самой ERP. И последний момент – это выгрузка по API. При выгрузке по API нужно обязательно выбрать вид правила «Произвольный код». «Произвольный код» позволяет нам выбрать один из доступных модулей. В нашем случае это модуль «Веб-сервис». Модуль «Веб-сервис» позволяет нам настроить запрос к веб-источнику и при помощи встроенного конструктора настроить разбор этого JSON-файла. При помощи конструктора перемещаем в правую рабочую область те поля, которые нам необходимо получить в результате. В данном случае происходит выборка только интересующих нас валют. Для этих данных мы таким же образом заполняем соответствие полей, форматы и создаем таблицу в хранилище. Следующим этапом идет непосредственно выгрузка данных. Здесь мы просто настраиваем соответствие источника и правила выгрузки. Мы можем посмотреть результат запроса к центральному банку. Здесь мы видим плоскую табличку с пятью колонками. Ее мы и будем использовать далее. Рассмотрим следующий этап – это подготовка данных. Мы уже получили данные в сыром виде. Для того, чтобы подготовить данные для последующего отображения на аналитическом портале, нам необходимо привести их к нужному виду. Заходим в сценарий, открываем «Шаги сценария». И переходим в интерфейс «Workflow». Это так называемый low-code интерфейс. Слева у нас шаблоны проектирования, которые размещаются на холсте. Для них настраиваются связи, параллельные этапы выполнения и так далее. В нашем примере менеджеры из 1С названы целиком. Как можем видеть в восьмом столбце. То есть фамилия и имя отчество. Менеджеры из системы SAP ERP отображаются на латинице. Что мы можем увидеть в восемнадцатом столбце. Соответственно, чтобы эти данные объединить, их необходимо привести к общему виду. За счет того, что в модус ETL есть модуль NCE, мы можем создать эталонный справочник при помощи настраиваемых шаблонов. Например, вот такой. В результате мы получаем преобразованные данные из двух источников, в которых менеджеры записаны именно так, как нам необходимо. То есть фамилия и инициалы. На втором этапе подготовим данные SAP ERP. Открываем шаги сценария. Данные из SAP ERP в нашем примере загружаются в виде строк. Необходимо эти данные привести к соответствующему виду перед тем, как формировать большую витрину и визуализировать ее непосредственно на портале. Преобразование происходит путем использования шаблонов проектирования. Все элементы перетягиваются мышкой. Если требуется установить какую-то формулу, эту формулу можно выбрать при помощи соответствующего конструктора. В результате мы получаем таблицу SAP ERP, которая подходит под нашу окончательную трансформацию данных и создание витрины. Сейчас я продемонстрирую сценарий, в котором мы используем все четыре источника одновременно. Здесь у нас находятся данные из 1С. Мы их неким образом отбираем. Здесь мы берем данные по менеджерам с привязкой к геолокации, то есть регион, координаты магазина, привязка к федеральному округу. Все это на шестом шаге мы объединяем во временную таблицу. Затем мы берем данные с SAP ERP и их также подготавливаем. В данном случае нам нужно вытащить из даты год и месяц. Далее массив уже объединенных при помощи Join и Union, соответственно, Union и Join. Мы обогащаем актуальным курсом Центрального банка. В результате у нас получается большая таблица с данными из всех источников, обогащенная данными по географии и данными от Центрального банка по курсу валют на текущий момент. Рассмотрим пакеты обработки данных. Конечным результатом нашей работы будет пакет обработки данных, который впоследствии можно запускать по расписанию. Открываем состав пакета. Здесь мы видим наши источники и трансформации данных. Так как это разные источники и они независимы друг от друга, выгрузка из них выполняется параллельно. Затем выполняется сценарий обработки данных и уже последний сценарий, а именно трансформация данных. Сегодня мы рассмотрели инструмент обработки данных Modus ETL. Познакомились с интерфейсом и разобрали сквозной пример, связанный с продажами, на котором была наглядно показана работа с различными видами источников. Спасибо за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует...